Всем привет! С вами канал Glafi Games. Мы играем в новые игры и не только, а у нас новинка. Новинка в таком смешанном жанре РТС, моба, стратегия 10 на 10, но обо всём по порядку. Быстрый обзор с нагибом. Сразу скажу, в этой игре арту можно расстрелять из зенитки, и это кайф. Друзья мои, что мы имеем? Мы имеем игру Iron Conflict. Iron Conflict. Какой симпатичный танк у нас есть. Суть игры следующая. У нас есть две фракции. Пустыня и город. Ну тут быстренько пройдёмся. Вот пустыня. Вот какой нации этот танк? Да, ну понятно, что Америка, Америка, США. Да, вот фракция город. Вот фракция город. Вот это вот... Китаец или РККА, что-то в таком духе. Ну в итоге Америка и Китай, хоть они-то называются пустыня и город. У каждой фракции есть дерево технологий. Опаньки. Ничего не напоминает. Только техники гораздо больше. Ну, то есть три типа юнитов. Наземная, воздушная и пехота. Наземная делится на текущий момент. На танки лёгкие, тяжёлые. Арту, зенитку. Вот. Самолётики у нас идут. Истребители, бомбардировщики, разведчики. При этом во фракциях есть отличия. У Китая очень сильная пехота. Очень сильная пехота по урону. У Америки пехота разведчики. Большой обзор. У Америки авиации больше. Есть бомбардировщики. У Китая есть только истребители и разведчики. Но при этом разведчики Китая несут бомбы. Могут по наземным юнитам наносить урон. То есть поняли. Две фракции, деревья развития. Всё, всё очень-очень как бы привычно. Что непривычно. Перед началом игры вы выбираете формацию. А вот формацию можно взять. Формацию можно взять. Три юнита. Любых три юнита. На выбор их много. А взять можно только три. И три самолёта одного уровня взять не получится. То есть можно взять или три самолёта первого, второго, третьего уровня. Или там три пехотинца первого, второго, третьего уровня. Тут начинается вот такое интересное, необычное... Интересное отличие от других игр. Выбираете юниты и как бы идём в бой. Где будет бой 10 на 10. Расскажу как быстро начать, как поиграть. Мы поиграли уже, да? Уже выбрали такие хорошие пики из соотношения юнитов техники, да? Что нужно сделать в первую очередь? Вы пройдёте обучение... И вам тут насыпят почти 3000 опыта. Свободного. Ну давай, поговорим, поговорим. Всё, поговорил. За 3000 опыта я рекомендую начать за Китай. То есть за фракцию город. Следующим пиком берём второй уровень. И берём такую технику. В авиации берём вот этот вот самолёт-разведчик. К нему берём ракету. Она тугая, правда. Ну пусть будет. В технике мы берём вот эту вот зенитку. Зи-Чи-Пи-65. Отличненько, да? И в пехоте мы берём пехотинца второго уровня. В чём отличие? У первого уровня пехотинца он как бы послабее. А вот главное преимущество пехоты Китая это то, что у них есть мина, есть переносной ЗРК и есть гранатомёт. Покажу пехоту Амерички. У них дальность обзора мобильной РЛС и радиопомехи, подавление обзора. Ну такое. У Китая пехота явно посильнее. Выбираем вот такой вот пик. Ну и нажимаем кнопочку начать в бой. И сейчас покажу такую базовую стратегию на первых уровнях, чтобы вошли в игру и сразу понимали, что делать. Ну что ж, это базовая стратегия. В чём её суть? Зенитка убивает воздух. Пехота прикрывает зенитку. А разведка светит, собственно, зенитки всех вражеских юнитов. И постепенно смещаемся. У нас режим захват базы. Вот летун прилетел тут вражеский. Сразу разложились, смесли его. Разложили зенитку, постреляли, посветили, пехотой прикрыли, дым бросили. Сложили зенитку, передвинулись, пехотой прикрыли, разведали. И разведчиком подсветили. Итак, движемся к вражеской базе. В игре хорошо, в принципе, реализовано принцип камень-ножницы-бумага. То есть зенитка будет убивать пехоту, воздух, но не пробивает, как сейчас, не пробивает технику. Тяжелые, средние, легкие танки. Бомбардировщики бомбят всех. Арта сносит всех. Но в ближнем бою пехотинцы расстреляют арту. То есть все вот эти микро-моменты в игре уже, в принципе, реализованы. И это прикольно. То есть вот таким вот образом мы просто смещаемся, подсвечиваем, смотрим, кто где летает, сколько осталось вражеского воздуха. И движемся, движемся на захват к базе врага. В принципе, вы можете в ютубе, я тут ускорил игру, но вы можете в ютубе нажать на шестеренку, в углу у вас есть такая шестереночка, и там скорость воспроизведения увеличить. Вот сейчас мы не пробиваем танки. И это классно, зенитка не должна пробивать танк. То есть ЛТХ в лоб не пробьет ни СТ, ни ТТ. Ей надо заезжать в бок или в корму. Ну, то есть понимаете, да? Вот эти вот все вещи, когда ТТ стоит ромбом, он рикошетит. Тоже прикольно сделано. Сейчас будет момент, почему китайская пехота сильная, потому что у нее есть РПГшка. Я сейчас заберу убегающего юнита, понаставлю дымов, чтобы меня не было видно, и заберу убегающего юнита с РПГ. Вот, бах, лопнул. Смещаем дальше разведку, но опять, кто играет в игры такого плана, понимает, что основное внимание всегда уделяется мини-карте, по цвету на мини-карте, как развиваются события там. Почему видео по стратегии делать всегда сложно, потому что все рваное, дергается, а смотреть надо на мини-карту. Забираю пехоту, дальше переваливаемся, мы уже сильно продвинулись на сторону противника. Тут отступают в панике, отступают в панике оппоненты. Воздух светит. Пехота и зенитка движутся. Вот момент, вот этот момент, вот этот красненький, это арта. Ну что, отомстим, отомстим всем артоводам. Да, мы из зенитки успело разложиться, естественно, и забрать Артоса. Уже идет захват вражеской базы. Я смотрю, что в левом верхнем углу убегали оппоненты. И иду туда светить. Подсвечиваю, вот они тут все прячутся. Раскладываю свою зенитку на базе. Зенитка бьет по зоне засвета. То есть, она достаточно дальнобойная, но ей нужен подсвет. Подсвет дает пехота или разведчик. Причем, также работают, рельеф местности работает. То есть, в кустах ты стоишь, менее заметный, на холме стоишь. Вот тут зенитка вражеская разложилась и решила меня убить, но все, это победа. Если ты стоишь на холме, естественно, ты дальше стреляешь. Если ты в низине, то меньше дистанция. Ну и, собственно, что тут понасыпывало. Лучшие в сражении. Больше всех убийств. Максимальный взнос-захват флага. Убил от 5 до 10. Обнаружила с 4 до 8 врагов. Дальше можете нажать паузу, посмотреть статистику. Тут много чего интересного пишет. Ну, опять-таки, друзья мои. Новая игра! Показываем новые игры. Пишите в комментарии. Обязательно. Это важно. Что вы думаете про эту игру. Понравилось, не понравилось. Про лайк и колокольчик. Вы все знаете. С вами был Глафи Геймс. Пока-пока, друзья мои.